Такую картину сочинцы и гости курорта уже наблюдали во время проведения Олимпийских игр. Вдоль аллеи расставлено 16 стендов, и у каждого есть своя цель. Возле одного можно узнать о необходимости отказа от вредных привычек, о том, что нужно почаще находиться на свежем воздухе и отдыхать. Другой специалист подскажет, как рационально питаться, а третий и вовсе поможет справиться с нервным напряжением. В проведении информационно-психологической программы принимают участие психологи, медицинские и социальные работники. Более 2000 человек у нас уже прошли эту программу во время Олимпийских и сейчас во время Паралимпийских игр. У нас действительно есть очень хорошие результаты. Мы видим людей, которые уже несколько недель радуются тем изменениям, которые происходят в их образе жизни. Есть люди, которые бросили вредные привычки, в том числе курение. А Сочи – город без табака. Благодаря специальному оборудованию любители подымить, могут определить объем своих легких, а также наглядно узнать о количестве угарного газа в этом важном и невесомом органе. 11-20 единиц. Видно, да? Так вот, 11-20 единиц уровень угарного газа в вашем организме, как у курящего человека. Это не просто курящего, а конкретно курящего. Курит 26-летний Антон Пасынков уже на протяжении пяти лет. О том, чтобы бросить эту привычку, раньше молодой человек даже и не задумывался. После такого теста заволновался. Я подумаю над тем, что надо бросить курить. Это то есть, ну, уже стоит задуматься после этого теста, что надо бросить на самом деле. А тем, кто решил расстаться с сигаретой, но не может, специалисты предлагают пройти специальный курс. Ежедневно на третьем этаже центрального универмага в половине седьмого вечера работает клуб здоровья, где проходят лекции для желающих бросить курить. И это еще не все, что предлагает Аллея здоровья. Любой желающий может измерить свой рост, силу, вес, узнать процент жировой прослойки в организме и проверить артериальное давление, а с помощью компьютерной программы даже определить свой биологический возраст. Взять новый старт в заботе о своем здоровье сочинцы и гости курорта смогут до 17 марта.